Шаман Габышев. В прошлом году он начал свой поход на Москву с целью изгнания демона Путина через Камлани. Возможно, это звучит смешно, но человек в это верит. Преследовать за убеждение или за веру нельзя. А на шамана Габышева уже заведено дело о привзывах к экстремизму, хотя экстремизм и ненасильственный протест, включая Камлани или молитвы Богородицы, вещи по смыслу ровно противоположные. Но к уголовным делам мы уже привыкли. Александр же с мая этого года насильственно содержит в психиатрической больнице диагноз. Переоценка личности. Вот он ли переоценивает свою личность или куча другого народа? Науке точно неизвестно, но точно известно, что угрозы себе и окружающим он не создавал. В отличие, например, от Пригожина или Кадырова, так мало того, что незаконно содержит в заключении, мало того, что на него уже нападал невменяемый сосед, то Габышева еще два месяца закалывают наркотой, постепенно переводя в состояние овощей. Если дать власти загнобить этого шамана, то с остальными получится уже гораздо проще. Ведь если отбросить слова «демон» и «шаман», то что остается в остатке? Требование отставки Путина. Габышев требует ухода президента. И за это на него заводят уголовное дело, сажают психушку, травят наркотиками. Совершенно справедливо, Мемориал признал шамана политзаключенным. Его преследуют не за экстремизм, а за политические взгляды. Если мы, как общество, не будем вступаться за таких, кажущихся неоднозначными или странными людей, то за нас вступаться тоже будет некому. Громкие дела последнего времени, журналисты, шаманы, активисты различных организаций, ученые, это политические дела в чистом виде. Ребята из «Голоса» преследуют разоблачение фальсификации на выборах. Активистов из «Открытой России» за то, что они предъявляют обществу альтернативу нынешнему устройству. Политические репрессии уже наступили. Это наша реальность. И если сейчас не отбить людей, которых власть считает политическими противниками, то не получится отстоять права более массовые и более простые. Мы говорим о живых людях. У них только одна жизнь. Они имеют право на защиту. И пытаться отбивать сейчас надо каждого, чего бы это ни стоило.